And 12 points from Ukraine goes to Manija. В общем, подпишись, стань частью нашей интернет-семьи, будет весело. Также сводка горячих новостей. Мы разоблачаем публичных и знаменитых. Если ты что-то знаешь о той или иной звезде, присылай свою историю в директ моего инстаграма. Все ссылки в описании под этим видео на мои социальные сети. Поддержи это видео лайком, комментарием. О, Manija. Да, я лажанулся. Вчера Little Big выпустил композицию Sex Machine. И я был уверен на все 100, что все-таки Little Big, я верил до последнего, что они поедут и будут представлять Россию на Евровидение. И тогда держитесь, странные участницы, потому что Little Big бесспорный лидер конкурса. Но нет, все-таки Little Big сдержали слово и отказались от участия. Прошел нацотбор. Ну, как сказать, нацотбор для вида. Я думаю, что и так организаторы определили Manija как победительницу. Мне нравится Manija. Скажу сразу, она самобытна, она необычна, она непривычна для нашего социума, но она действительно произведение искусства. Это не просто вам песенка, это яркий артист со своей душой, со своим характером, со своим внутренним ощущением мира. Русская женщина. Звучит громко. Думаю, композиция мне же опишет состояние женской русской души. Я напоминаю, что предварительно не смотрю, ни гуглю, ни слушаю для того, чтобы моя реакция была максимально честной и искренней. В общем, давайте, давайте послушаем. Поставим свою оценку от 1 до 10. Я напоминаю, к сожалению, в связи с новыми правилами Ютьюба, я не могу использовать целиком композицию в своей реакции. Иначе это нарушение авторских прав. Можно получить страйк, бан, еще какую-то фигню. Поэтому во избежание подобных ситуаций слушаем 5 секунд отрывок. Стопаем, комментируем. Снова 5 секунд. Стопаем, комментируем. Снова 5 секунд. Стопаем, комментируем. И подводим итоги. Так что погнали. Погнали разбирать. Манижа, русская женщина. Песня для Евровидения 2021 от России. Так, 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 стоп. Действительно, по звучанию Манижа. На русском языке, не знаю, спорный выбор. Потому что Евровидение все-таки интернешнл конкурс. И хочется английского языка. Но я думаю, что можно как-то совместить русский язык и английский. Украина, тем не менее, в этом году едет вообще с этнической композицией на украинском. Впервые за всю историю. А нет, Руслана еще была, но Руслана пела и на английском. Не знаю, не знаю. Я все-таки за двуязычные композиции. Но не родной язык для Евровидения. Потому что это будет непонятно и сужает аудиторию. Что, какие-то ручечки, ручки. Утро, в ночи ночи, что вы корабля, что вы корабля. Окей, мотив интересный. Мотив яркий. Действительно, это что-то странное. Мне кажется, Манижа не совсем для Евровидения. Но она может зацепить своей необычностью. Действительно. Все-таки, Евровидение последние годы. Это либо о тотальной коммерции. Типичная попса. Либо же что-то креативное и супер необычное. О-о-о, мне нравится этот хук. Наконец-то, наконец-то хоть чуть-чуть английского языка. Слушайте, хук обалденный. Это действительно piece of art. Это unusual. Это очень unusual. Мне нравится, меня цепляет такое. Ну, приятно, приятно. Неожиданно, удивлен. Это запоминается. Это очень ярко. О-о-о, Манижа. Я что-то как-то был настроен нейтрально, если честно, снимая эту реакцию. Потому что, зная Манижу, ты понимаешь, что будет что-то very unusual. А тут прям и попсой попахивает, и чем-то таким своеобразненьким. И в то же время какой-то коммерческий саунд тоже присущен. Цепляет. Прям, блин, блин, блин. Я приятно удивлен. Этот хук меня влюбил в себя. Я думаю, что благодаря этому хуку песня сможет войти в топ-10, топ-15 точно. Русские женщины, давай, голосуй за меня. Блин, зажигалочка такая и этника. Вообще интересно. Вообще интересно. Вообще странно такое комментировать. Но это круто, потому что я за самобытность. Мне кажется, что таких артистов мало на сегодняшний день. И Манижа заслуживает, заслуживает действительно представить Армению. Армению. Россию на Евровидении. Блин, классно. То есть, получается, заделай социальную тематику. Действительно, раскрыла портрет русской женщины. Ну, Манижа будет не Манижа, если не использует социальную тематику в своих текстах. Я это поддерживаю. Считаю, что это очень хорошо. Ну, собственно говоря, давайте определим, поставим свою оценку от 1 до 10. Ну, что я могу сказать со своей стороны? Мне нравится, потому что это действительно эксклюзив. Это очень необычно. Это очень странно в хорошем смысле слова. Однозначно. 10 из 10 за композицию, за звучание, за идею. Сам мотив, он запоминается. И я думаю, что это выигрышный момент. Конечно, это совершенно разные артисты. Потому что то, что представили Little Big на Евровидении в 2020 году. И то, что представляет Манижа в этом году. На Евровидении 20-21. Просто полярные вещи. Абсолютно полярный продукт. Но то по-своему интересно. Это по-своему. И композиция Манижа, откровенно говоря, вызывает у меня респект. Потому что смогла сочетать в себе коммерческий саунд. Смогла сочетать в себе социальную тематику, посыл. Смогла сделать яркий креативный хук. Коммерческий хук. Который будет просто в твоей голове крутиться 24 на 7. Ну и, конечно же, потрясающая энергетика. Я думаю, что сможет занять достойное место. Сможет превратить этот танцпол в празднование русской души. В общем, интересно узнать ваше мнение. Поставьте, пожалуйста, вашу оценку от 1 до 10. Это была моя украинская реакция. Спасибо большое, что посмотрели до конца. Подпишитесь. Станьте частью нашей интернет-сми. Вместе покоряем пространство YouTube. Я же не прощаюсь. Говорю, до скорых встреч. Где? Конечно же, на моем канале. Беспало мюзик. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok